Марина, здравствуйте! Когда ты только пять лет во Христе, твоя вера напоминает синусоиду, и Бога еще не слышишь. Третий день не могу прийти в себя. Погибло 92 человека, среди них доктор Лиза, которая через пули и свой страх несла людям добро и надежду. Держала за руку умирающих, кормила бомжей. А сейчас эти люди лишили своей сестры милосердия. И я опять кричу у небеса, почему, за что, ради чего, где был твой покров? Елизавета Глинка была верующим человеком. Каждый верующий под Божьей защитой или нет? Как на него уповать? Как говорить ежедневно, не приключиться мне никакого зла, если верующие уходят так внезапно и так рано? Как объяснить своей еще неверующей дочери, что Бог есть, что Он на нас печется, у Него нет тупиков, что Он ангелом Своим заповедовал охранять нас на всех путях наших. А она на это, услышав о крушении самолета, ну и где был твой Бог, я не знаю, что ей на это сказать. Больно, непостижимо, а ответа с небес нет. Марина, у нас не будет ответов на все вопросы, потому что сокрытое принадлежит Господу, а открытое нам. Но что мы можем сказать, что Бог начальник жизни, и Он знает, как в этом самолете оказались люди, которые знали Бога и которые на самом деле могли для окружающих тоже послужить определенным, если хотите, выходом и спасением. Потому что несколько секунд бывает достаточно, чтобы позвать Иисуса в свою жизнь, и у людей могла быть эта возможность. Это первый момент. Второй момент. Мы все подойдем к концу нашей жизни, и у каждого есть свое призвание. Почему Иисусу надо было уйти в 33 года с земли? Ведь Он еще только вступил в рассвет своей жизни. Однако Богу было угодно поразить Его, как мы читаем это в 53 главе Исаии. И что это за угодная, благая и совершенная воля Божья? Да чтобы мы с вами спаслись. У Него всегда есть какой-то свой план, какой-то свой взгляд. И когда мы знаем Бога как благого, у нас не будет таких вопросов, которые Его ставят под сомнение. А наоборот, наши с вами взгляды, они могут быть очень ограниченными. Откуда вы знаете, Марина, сколько времени осталось жить на этой земле? А подобного рода трагедии они отрезвляют живущих на земле. Вот вы сказали, а кто пойдет? Лизы нет. А мы с вами на этой земле для чего живем? У нас есть также предназначение. И вокруг нас есть те же бомжи. Вокруг нас есть те, которые умирают скоропостижно или не очень скоропостижно. И им еще надо сказать о Боге, который милует и спасает. И поэтому Бог нас предупредил, что многими скорбями надлежит войти в царство. Он сказал, блажен, кто не соблазнится обо мне, нет ли ситуации сегодня взвешивать нас, соблазнимся мы или нет. А соблазн в данном случае еще переводится на наш русский язык как обидится. Блажен, кто не обидится на меня. То есть ситуации могут быть разные, но блаженство не в том, что мы останемся с нашими вопросами, а в том, что мы останемся в доверии к Богу. Поэтому я вас благословляю, Марина, не оставаться в позиции крика и вопля, потому что Бог на обвинение ответа не дает. А когда сердце ваше сохраняется в уповании на того, который «а я знаю, что искупитель мой жив», «а я знаю, что Бог благ», «а я знаю, что Он не совершает ошибок», и вот в этой позиции вы гораздо быстрее получите ответы. Я благословляю вас навести тишину в своем сердце, и тогда вы услышите, что лично вам говорит Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok